Hello, я Тим, и сейчас я распакую Sony Xperia Day 5 Mark III, впервые в России, потому что на 24 октября нет ни одного обзора на российском ютубе, только распаковка от какого-то школьника, который меньше самой коробки. Я снимаю распаковку, потому что это какая-то необычность, открывать на камеру OnePlus и бюджетные пиксели, да в принципе зачем, и так понятно, чего от них ожидать. Что будет здесь, я без понятия. Те же компании OnePlus и Leica выпустили в этом году свои смартфоны совместно с Hasselblad и Leica. Да, Leica сама с собой. Но Sony работает над профессиональным качеством в компактном корпусе уже несколько лет. Они в этом деле первые, и при этом с каждым годом становятся только лучше и лучше. Здесь топовый Snapdragon, 120 Гц и миниджек, потому что Sony это не только фотография и какие-то производительности, Sony это еще и звук. А об остальном поговорим уже во время распаковки, после того, как мы разберемся с этой коробочкой. Разрешаю смотреть только если вы поставили лайк и подписались на канал, потому что иначе YouTube не хочет продвигать мои выпуски. Пожалуйста, пожалуйста, поставьте. Это первая распаковка на русском YouTube благодаря интернет-магазину Cyphrus. У них можно купить оригинальный Mark III по доступной цене. Доставка по всей России, гарантия, ссылка в описании и подарок от канала по волшебному слову Power. Как будто я в сказке. Это четвертый смартфон, который мне присылает Cyphrus. Я знаю, как они упаковывают, так что это будет весело. Но пока я распаковываю, давайте расскажу же вам, где сегодня можно купить Sony Xperia 5 Mark III. На официальном сайте это сделать невозможно. Давайте я его сейчас открою и продемонстрирую вам, что там доступен только предзаказ. Можно оформить предзаказ, написано скоро в продаже, но когда эти продажи начнутся, вообще неизвестно. Скорее всего, 26-го, но не факт. Пока что его невозможно купить на официальном сайте и в официальном магазине Sony Center. Также я решил проверить, где его можно купить за границей. Кстати, вышло видео буквально вчера, буквально два дня назад, как заказывать из Америки. Если интересно, можете посмотреть. Так вот, я зашел на сайт bndhphotovideo.com. Тоже мы видим, что есть смартфон Sony Xperia 5 III, но при этом его пока что еще нет. Здесь написано, что это новая модель, она скоро появится, но когда, неизвестно. Кстати, здесь же не указана и цена. То есть, здесь даже предзаказ нельзя оформить. Пять дней назад на официальном канале Sony Xperia вышло вот такое видео. Are you ready for the new Xperia? То есть, анонс нового смартфона, который состоится 26-го октября. Какой это будет смартфон, пока что неизвестно. Есть только дата презентации. Я думаю, что это будет Sony Xperia 5 III. Именно та модель, которую мы с вами сегодня распакуем. Так что, по факту, это презентация до презентации. Что касается обзоров, которые сейчас можно посмотреть на Sony Xperia 5 III, то он есть. Всего один вышел буквально вчера на английском языке. Где-то я его здесь оставил. Вот он, этот самый обзор. Тут есть какие-то характеристики, какие-то быстренькие тесты. Но мы с вами все это дело отдельно протестируем. Обзор, конечно же, выйдет и на моем канале. Будет спустя, наверное, две недели. Ну да, наверное, так. Потому что надо протестировать и камеры, и процессор. Там много чего интересного. Так что обзор будет полным. Смартфон максимально, но при этом выйдет не скоро. Короче, пока что смартфона нету вообще нигде. Даже на официальном сайте и даже в Америке. Хотя там обычно есть все. Этот смартфон есть только у Цифруса. Я без понятия, откуда он у них. Это реально какая-то магия. И та самая заставка, которая у меня сделана в стиле Disney+, явно к месту. Короче, давайте больше не будем с вами говорить. Будем действовать. Потому что это распаковка. В ней обычно что-то делают. Они просто говорят, как у меня обычно это бывает на канале Team Talk. Давайте я включу сейчас камеру. Специально у меня здесь стоит OnePlus 9R. Он будет снимать вам вот этот вот вид. Скажите привет. Смартфон мне прислал Цифрус. Они запаковывают. Вы не представляете как. Сейчас вы узнаете, сколько там пупырчатой пленки. И вы будете в шоке. Потому что я заказываю уже четвертый раз у них. Точнее, они мне просто присылают на обзор. Поэтому ссылка в описании. Обязательно покупайте у них. Так сказать, поддержите и канал, и Цифрус, которые продают его буквально за 70 тысяч рублей. Хотя на официальном сайте он стоит 85. Опять же, без понятия, откуда у них этот смартфон. Но он 100% оригинальный. Вначале надо придумать, с какой стороны подойти. Потому что реально я без понятия. Давайте я отсюда попробую. Осторожно. И с этой стороны тоже. Наверное, вот здесь. Было бы логично. Так. Боковые я, в принципе, смог открыть. А вот что делать дальше? Не знаю. Давайте вот так попробуем. Так, вроде бы это похоже на правду. Так. Отлично. Скорее всего, это будет коробка, которая вот так вот снизу открывается. И потом еще по бокам. Это вам не вилсаком, к которому приходят посылки уже готовые. Типа, чисто коробка из-под айфона? Нет. У меня еще вот такая огромная коробка. Кстати, она реально большая. Я без понятия. Там может быть два смартфона лежит. Либо это очень длинная коробка. Очень большая, как у компании OnePlus. Давайте сейчас покажу. Вот так обычно выглядят коробки от компании OnePlus. Они невероятно большие, красные и тяжелые. Скорее всего, то же самое будет здесь. Иначе оправдать такую большую коробку, не знаю как. Кстати, к компании Sony я отношусь максимально лояльно. Я люблю эту компанию. Люблю этих японцев. Потому что у меня есть приставка. У меня есть целых две приставки. Это PlayStation Vita. Я купил ее. Точнее, мне ее подарили. Очень-очень давно. Это был, наверное, 2012 год. Она вышла в 2011. Ну да, наверное, 2012 год. Плюс у меня есть PlayStation 3. Четвертую и пятую я еще не покупал. К сожалению, пока не было времени. Да и, в принципе, играть некогда. Я в основном снимаю видео на YouTube. Также у меня есть диктофон от компании Sony. Вообще невероятный. Он очень компактный, очень маленький. И причем это самый первый обзор на канале. Вот так вот. Получается, на протяжении трех лет я записывал звук только на этот диктофон. А сейчас вот купил Zoom H5. Где-то годик назад. Так что компанию Sony я люблю. Пользовался и наушниками их. И пробовал у меня. У брата есть наушники VH1000XM4. Отличные наушники стоят, правда, дороговато. Но своих денег стоит. Так что с компанией я знаком не понаслышке. Я уже открываю коробку. И здесь у нас очень много пупырки, как я и обещал. И достаем коробку. Кстати, коробка небольшая. Все остальное это реально упаковочная бумага. Самое основное находится, конечно же, здесь. И надо осторожно открыть, чтобы не повредить упаковку. Основную от компании Sony. Так, проверяем. Все официальное. Здесь есть официальные пометки. Смотрим на коробку. Видим, что это официальная модель. Скорее всего, она приехала из Китая. Китайская модель для китайского. Это версия 5G. Напоминаю, что в Sony Xperia 5 Mark II не было 5G модуля. Был только 4G, LTE, вот это все. Но 5G не был. Если вы живете в Европе, то вам 5G понадобится. Если вы живете в Америке, вам тоже понадобится 5G модуль. Но поскольку вы, скорее всего, живете в России, либо в странах СНГ. Потому что вряд ли меня смотрят англоговорящие люди. Собственно, смартфон. Поэтому вам, скорее всего, 5G не нужен. Я не эксперт, конечно, но, по-моему, это японский. Короче, я потом еще раз все это проверю. И вот здесь вот сейчас написано, какая это модель. Япония, Китай, может быть, это какая-то Тайвань, не знаю. Здесь все инструкции, понятное дело, не на русском. Здесь они на японском. Да, это должно быть японский язык. Тут вроде бы есть даже русский. Да, тут есть даже русский. Написано руководство по запуску. Написано все это дело на русском. По картинкам можно понять, как ставится сим-карта, как переносятся файлы, как работает сканер отпечатка пальцев, как его настроить. Да, здесь есть сканер отпечатка пальцев в кнопке включения. И это очень удобно. На самом деле, я никогда не пользовался таким сканером. У меня был сканер под экраном. Есть сейчас в OnePlus 7T Pro. У меня был сканер сзади. Это в пикселях. А теперь есть еще и такой вариант попробовать. Давайте, собственно, это и сделаем. Достаем смартфон. Абсолютно чистейший. Тут есть пленочка. Давайте ее снимем. Вот на эту камеру. Все. Можно сказать, смартфон распакован. На самом деле, он очень компактный. Я прям держал буквально неделю назад Pixel 5a 5G. Это очень компактный смартфон. Он достаточно тонкий. При этом он небольшой. Он очень маленький. Здесь диагональ 6,1 дюйма. Да, достаточно компактный. Но при этом 21 к 9 реально выглядит необычно. Самое главное, что он тонкий. А значит, поместится вообще в любую ладонь. В том числе даже в мои небольшие ладони он помещается. Здесь мы видим адаптер на японскую розетку. Японская розетка. В принципе, это не проблема. Можно купить переходничок. Абсолютно любой. Вам понадобится вот такой вот переходник. И все. Делов-то вот так вот сделать. И все. Кабель здесь абсолютно черный. Никакого Apple здесь не будет в белом цвете. USB-C на USB-C. Это отличный вариант. В коробке больше ничего нету. Вот такая конструкция. Хорошо, хоть что положили сюда адаптер. А то зная компанию Google и компанию Apple с их этими новыми тенденциями, которые теперь вообще, вообще не кладут адаптер в коробку. И это проблема, если вы заказываете из Америки. Вам придется отдельно еще докупать блок. Где-то в России, либо в США. Если в случае с айфонами это не такая уж и проблема, то в случае с Google Pixel оригинальный найти очень сложно. В комплект вообще не положили ничего необычного. Никаких вам наклеек, никаких вам стикеров, как это делает компания Apple. Все серьезно, только то, что действительно нужно. В принципе, это философия этого смартфона. Здесь нету никаких наворотов. Здесь даже 120 Гц дисплей, который мы сейчас с вами протестим. Здесь невероятно большой телефотомодуль. Я даже на него отвлекся, когда рассказывал вообще о другом. Короче, здесь 120 Гц, но при этом нету частоты, которая постоянно меняется. То есть, если у айфона и у нового Google Pixel 6, это у Google Pixel 6 Pro, у них от 10 до 120 Гц. Это значение постоянно меняется в зависимости от того, что вы делаете на смартфоне. Если вы играете в игры, понятное дело, у вас будет повышенный FPS. Но если вы смотрите фотографии, либо читаете сайты, то у вас будет пониже. Здравствуйте. Кстати, подожди, пока ты не ушел, возьми вот этот смартфон и потрогай, как он тебе. Он компактный или нет? Это 6,1 дюйма. Как ты думаешь, сколько он может стоить? Стекло и там, и там. Стекло и там, и там. И там, и там находится Gorilla Glass 6. Тоненький, удобненький, соотношение приятное. Я не знаю, слышали вы это или нет, но он сказал тоненький, удобненький, соотношение приятное. Ну, по-моему, он тоньше, чем вообще все смартфоны, но при этом он вытянутый. Карманы, конечно, нужны будут очень большие. Ну, мне кажется, это всяко лучше, чем iPhone mini. Так. Кстати, я буквально два раза взял смартфон в руки, и он уже заляпался. Если вы видите на этой камере, он уже весь заляпан. А где найти оригинальный чехол, я даже не знаю. Ты чё шумишь? Я реально... На официальном сайте вообще нет ничего. Смартфон не купить, только настройки всякие есть. Функции. Чехлов здесь нет. Во, сопутствующие продукты. Реально, в сопутствующих продуктах нет чехла. То есть, к ним даже не выходят чехлы. А, нет, здесь, кстати, есть чехол-подставка. Xperia 1.3, что ли? Тут есть чехлы только для Xperia 1.3 и 5.2. Ну, то есть, скорее всего, для этого тоже появится, но чуть позже. 3000 рублей стоит с подставкой какой-то дешевейший чехол. Официальный, но выглядит он как-то очень странно. Надеюсь, китайцы постараются и смогут нас удивить хорошими чехлами. Я думаю, самое время его включить где-то в середине выпуска. Обзор смартфона без смартфона. То, что мы любим. Какие приятные анимации. То есть, ну, Sony Xperia запускаешь, нажимаешь и понимаешь, что ты запустил премиальный продукт. Так, запускаем смартфон, выбираем русский язык. Надеюсь, он здесь есть. Да, есть русский язык и даже македонский. Если вам нужен македонский язык, пожалуйста. Пожалуйста. Кстати, экран здесь достаточно неплохой. Здесь OLED-матрица. Это не IPS. То есть, здесь будет настоящий черный цвет. Белый цвет будет по-настоящему яркий, а черный цвет по-настоящему черным. Никаких 150 оттенков, которые бывают в IPS. Такого здесь не будет. Углы обзора вроде бы окей. Тут как раз стоит белый цвет. То есть, мы можем посмотреть, есть ли радуга, есть ли тут зеленение. Да вроде нет. Углы обзора мне нравятся. Понятное дело, что он темнеет. Если смотреть вот так вот. И вот так вот. Но при этом радуга и какие-то зеленые оттенки не появляются. В этом плане все четко. Здесь не суперское разрешение экрана. Давайте сейчас открою цифру. У них есть характеристики. Можно посмотреть. Здесь у нас 2520 на 1080. Как я и говорил, это не 4К дисплей. Ну, в принципе, дисплей компактный, так что если бы здесь было 6,7 дюйма, то вот тогда бы, в принципе, может быть, вы уже и видели пиксели при таком разрешении. Но поскольку здесь разрешение небольшое и диагональ в том числе небольшая, пикселей здесь не видно. Ну, давайте попробую их разглядеть, если вам интересно. Нет, пикселей я рассмотреть не могу. Все достаточно четко. Даже если смотреть вот так вот, все отлично. Пикселей нету. Принимаем все соглашения. Если меня сейчас попросят подключиться к сети, я это пропущу. Уже потом поставим симку. По-моему, здесь их вообще две штуки можно поставить, если я ничего не путаю. Кстати, еще из плюсов. Прям только что прочитал. Здесь есть слоты для карт памяти. Я этого не знал до того, как я начинал снимать эту распаковку, но сейчас прочитал и прям понимаю, что это большое преимущество на фоне тех же самых Google Pixel'ей и на фоне айфонов, потому что у них нету карт памяти. То есть, если вы снимаете видосы, вы можете это делать только на внутреннюю память смартфона. При этом перекидывать, например, по Lightning, если в случае с айфоном, это очень долго. Тот же самый ProRes, который компания Apple добавила. К слову, о ненужных фишках, которые по факту не нужны, по факту просто для рекламы, но вы ими не будете пользоваться. Так вот, этот ProRes, во-первых, что он очень много весит, вам придется покупать терабайтную версию за 100 тысяч рублей, за 160 даже, если в случае с ProMax'ом. Вот вы купите его, там будет этот ProRes, но при этом вы перекинуть ProRes не сможете, потому что это будет очень-очень перекидывать такие серьезные файлы, да и обычные видосы через кабель, через подключение к компьютеру при помощи провода, в принципе, достаточно долго. Поэтому сюда компания Sony поставила карту памяти, которую можно достать из смартфона и поставить в компьютер. Благо, в новых MacBook Pro 14 и 16 дюймов все-таки вернули слот для карт памяти, наконец-то. Так что запомните этот момент, если вы будете много снимать, а вы будете много снимать, если покупаете вот такие модули, тут прям невероятно большая штуковина. Этот модуль мы, наверное, с вами в первую очередь протестируем в обзоре, потому что на сайте его рекламируют максимально, говоря, что он, типа если у конкурентов, ну там Samsung и Apple смазывается, если вы снимаете телефото, то в этом случае ничего смазываться не будет, картинка будет четкой и в динамике, и в статике. Давайте подключимся к интернету сразу же, потому что хочу поставить какие-нибудь приложения и Geekbench. Кстати, если вам интересно, насколько этот смартфон мощнее, чем Samsung Galaxy S21 Plus, то вот, пожалуйста. Ну, то есть Sony Xperia 5 III мощнее, если верить, Geekbench 5 в одноядерном и многоядерном испытании, но при этом он проигрывает по 3D Mark Wild Life. Ну, вообще, здесь стоит Snapdragon 888, который знаменит своими троттлингами, ой, как он греется, ой, как он тормозит, вы не представляете. Но это мы с вами протестируем, потому что компания Sony заявляет этот смартфон не только для тех, кто снимает видео, кто делает фотографии, кто занимается музыкой, любит ее слушать, да, в том числе и создавать. Здесь есть мини-джек специально, чтобы вы могли подключить свои Sennheiser наушники. Компания Sony позиционирует этот смартфон и для игроманов, для тех, кто любит PUBG, Call of Duty и Brawl Stars. Потому что люди, которые покупают такие смартфоны, ну, конечно же, ну, конечно, они играют в Brawl Stars. Ну, о чем речь? Вывожу пароль от Wi-Fi, вы не должны его знать, потому что если вы придете ко мне домой, я не разрешу вам подключиться к своему Wi-Fi. У меня очень быстрый Wi-Fi, никому им не разрешаю пользоваться. Кстати, по дизайну, что я хотел лично от себя добавить. Цвет очень приятный, он черненький, очень напоминает мне Jet Black iPhone 7. Если вы помните такой смартфон, который вышел в 2017 году одновременно с AirPods'ами, хотел показать вам свои AirPods'ы и похвастаться, что у меня есть AirPods'ы первого поколения, когда уже есть третья доступная, да. Но, тем не менее, цвет очень сильно похож на Jet Black'овский iPhone'овский. Мне такой невероятно нравится. То есть на свету он не сереет, даже на свету он прям черный, по-настоящему черный. Собран смартфон просто невероятно. Это японское качество, то есть здесь нет никаких подскрипываний, никаких люфтов, вообще ничего подобного вы здесь не найдете. По бокам у нас рамка, вроде бы сделана из пластмассы, странно, что не из металла, но, с другой стороны, он стал легче, благодаря тому, что рамка из пластика, а не из металла. То есть вы спокойно можете повесить его на стабилизатор, например, от компании DJI. Смартфон достаточно легкий и в руке лежит отлично, кнопки расположены в том числе идеально. Клавиша громкости находится, в принципе, в удобном месте, прямо над клавишей включения. Клавиша включения имеет сканер отпечатка пальцев. Дизайн спереди невероятный, во-первых, он отличается вообще от всего, что есть на рынке, потому что сегодня это капельки, вырезы и так далее. Здесь же нету никаких вырезов в экране, и для меня вы просто не представляете, какой это плюс. Потому что я в жизни никогда не буду пользоваться смартфоном, у которого есть вырезы в экране. Сейчас у меня OnePlus 7T Pro, у него выдвижная камера, она выезжает из корпуса, только таким решением я могу пользоваться на сегодняшний день. Ну, либо же таким. Меня абсолютно не напрягает такой дизайн в 2021 году, то есть, по-моему, это явно лучше, чем вырез в экране. Если вы так считаете тоже, то ставьте лайк, мы будем с вами вместе, мы будем с вами заодно. При этом рамка сверху и рамка снизу одинаковые, то есть, здесь нету подбородка, который есть во многих Android-смартфонах. Здесь все равномерно и симметрично, при этом нету симметрии полной, то есть, рамки не одинаковые по всем краям. Но у кого они сегодня такие есть, особенно в Android-е? Кстати, недавно я видел концепт iPhone SE 3. Он выглядит прям очень сочно, неважно, что рамки большие, вообще без разницы, что здесь такие большие рамки. И самое главное, что нету выреза, так что если выйдет вот такой iPhone SE 3, то я, наверное, впервые, впервые в своей жизни куплю iPhone. Кроме клавиши включения, регулировки громкости, здесь есть клавиша спуска затвора камеры. Ну, это такой момент, который отличает его от других смартфонов и как бы позиционирует себя сразу как смартфон для фотографии. Кстати, только что я заметил, что здесь есть еще и четвертая клавиша. Я без понятия, зачем она нужна, узнаем в обзоре. Я завершил первую настройку, подключил себе сканер отпечатка пальцев, настроил его полностью, работает отлично, очень быстро. По первым впечатлениям могу сказать, что интерфейс очень напоминает чистый Android, то есть, Google Pixel. При этом шрифты здесь, по-моему, свои собственные от компании Sony. Они тут такие тонкие и премиальные, при этом помните, что это Android, а значит, что вы можете поставить абсолютно любой лаунчер, который только пожелаете. Я еще не запускал камеру, давайте прямо сейчас сделаем. Чтобы вы понимали, даже в приложении камера есть приветственный экран, давайте посмотрим, что они пишут. Бренд Sony полюбился фотографам благодаря созданию продуктов, которые обеспечивают погружение в мир съемки без каких-либо ограничений. Приложение Photography Pro позволяет воссоздать функциональность и возможности полноценных камер производства Sony Imaging Products. Sony поддерживает ваш творческий потенциал. Ну, типа, это как компания Apple делает вообще из любого пользователя профессионалы. Типа, если вы купите их смартфон, то вы автоматически станете профессионалом, открою вам секрет, это так не работает. Мы видим, что здесь много режимов, есть авторежим, которым мы, скорее всего, и будем пользоваться, потому что... Ну, типа, кто будет часто пользоваться этими профессиональными настройками? Может быть, только ночью, при большой выдержке, при съемке со штатива? Может быть, в этом случае, да, но в большинстве случаев, в большинстве сценариев жизненных мы будем пользоваться авторежимом. И самое главное, чтобы авторежим здесь был хорошим. Потому что Pro это, конечно, замечательно, но вот авторежим то, что нас интересует. Ну, потому что, если вы что-то фотографируете, типа, приехали в Италию, фотографируете Пизанскую башню, либо куда вы там приехали, вы будете просто доставать камеру, нажимать щелчок. А, нет, кстати, щелчок здесь нажимается вот так вот. Кстати, прикольная штуковина, я вот так вот посидел, подумал. Ну, наверное, все-таки прикольно, что здесь есть такая клавиша. Буду на нее нажимать. Интересно, как быстро она разболтается? Ну, вроде бы, не должна разболтаться, при этом нажимается она очень странно. То есть, клавиши здесь явно не сильная сторона. Что я говорю про громкость? Хотя нет, громкость нормальная. Вот так вот звучат клавиши. Кстати, мы обязательно сегодня еще протестируем звук, потому что это тоже важный момент. Поэтому на сегодня давайте программа минимума камера, звук, да и дизайн. В принципе, дизайн мы уже с вами оценили, когда я забыл включить цвет, да. Включаем камеру и пробуем сделать тестовый снимок. Кстати, все это выглядит, как будто бы это без цветов. Вообще все обесцвечено, и цвета уже настраиваются потом. Ну, давайте попробуем нажать. Затвор. Что-то произошло, что-то сделалось. Я вижу, что в этом режиме получился снимок достаточно качественным, четким, но при этом вообще обесцвеченным. То есть, цвета в этом режиме вообще не накладываются. Возможно, это можно как-то сделать отдельно, но мы с вами еще в этом разберемся. Ну, камеру мы с вами сегодня тоже не будем тестировать на самом деле, потому что здесь очень много настроек, и совсем надо разобраться. Вот так вот. Опа. И давайте попробуем теле-фото-модуль. Щелчок прикольный. Давайте попробуем при помощи клавиши. А, я понял, почему такая клавиша. Я ее вначале ругал, думал, что она такая расхлебанная, очень плохая, но на самом деле здесь клавиша, если вы нажимаете пополам, ну то есть половинку прожимаете, она фокусируется. И только когда вы ее прожимаете, она делает снимок. Чтобы вы понимали, это как на профессиональных фотоаппаратах. Ну, на самом деле на любых фотоаппаратах такое есть, но тем не менее, как будто у вас реально в руках фотоаппарат. Это прикольно. Как видите, я даже успел сделать несколько тестов, сделал фоточки, ну и теперь видео. Это 4К на основной модуль 1Х, так сказать. Давайте попробуем переключиться на широкий, а это уже широкий угол, но по-моему 1080p. Ну, пишите в комментах, как вам. Это видео на фронтальную камеру, доступно максимум 1080p, в принципе, большего и не надо для звонков по зуму достаточно. Из того, что хотел бы отметить, очень удобно пользоваться на улице, в том числе и в перчатках. Смартфон не выскальзывает, он достаточно тонкий и лежит в руке идеально. Клавишу включения я бы поменял с клавишей регулировки громкости, потому что привычнее, когда она сверху, а регулировка снизу. Возможно, это чисто моя придирка. Окей, тестируем звук и на этом сегодня заканчиваем, ну потому что чего вы хотели? Конечно же, мы с вами не будем сегодня прям все-все-все тестировать. Запускаем YouTube, например, какой-нибудь, не знаю, очень сложный жанр и не будем, давайте The Weeknd. У него вышел новый трек, давайте его с вами, собственно, и заценим. Там очень прикольная заставочка. В общем, достаточно громко, достаточно чисто, вокал тем более будет звучать нормально, потом проверим басы с вами уже в обзоре. Здесь есть очень прикольная функция, буквально только что я ее для себя открыл, динамическая вибрация в YouTube. Что это такое? Это, по факту, 5D звук. То есть, когда что-то воспроизводится на YouTube, та же самая музыка, смартфон это понимает и предлагает вам включить динамическую вибрацию. То есть, при помощи моторчиков отрабатываются все басы и какие-то изменения в музыке. То есть, например, вот так вот. Он вибрирует в такт музыки. Вот я сейчас включил эту функцию, я нажимаю play, и он понимает, что играет музыка, понимает, когда начинаются такты, когда бьет бит, и этот бит он повторяет при помощи вибромотора. И это отдается вам в руки. Очень прикольная штуковина, такого я еще нигде не видел. Ну и плюс стоит помнить, что это компания Sony, поэтому сюда можно подключать DualShock 4. Ладно, больше я вам ничего не расскажу, все остальное будет в обзоре. Я только что подержал в руках этот смартфон и этот, они одинаковые в высоту, но при этом в ширину абсолютно разные. Этот сильно шире, этот сильно уже. Этот смартфон ощущается совсем иначе. Вот когда я включил клип у уикенда, там было разрешение соотношения сторон 21 к 9. Это прям было заметно, и если вы будете смотреть фильмы, планируете смотреть фильмы и клипы, которые сняты 21 к 9, то этот смартфон прям для вас. Очень прикольно, когда нет этих рамок сверху и снизу. При этом у вас еще появляется компактность. То есть смартфон очень узкий, вы просто не сможете его никак выронить. Моя небольшая ладонь полностью сжимает этот смартфон. То есть вот так вот у меня не получится. Здесь у меня так идеально. Очень компактный, очень приятный. И сразу понятно, что это флагман из-за стекла сзади и спереди. При этом вроде бы здесь пластмассовая рамка, как я и говорил, но блин, не такой уж прям и минус. Все равно, наверное, будете носить в чехле, потому что смартфон ляпается очень сильно. Ну и здесь есть камера, она, в принципе, выступает из корпуса, поэтому, скорее всего, вы купите чехол, чтобы она не выступала, чтобы он не разбился при первом падении и так далее. Потому что смартфон реально дорогой. Обзор на этот флагман выйдет уже совсем скоро. Вот вам эти смартфончики. Вот так вот, лицом к лицу, так сказать. Спина к спине. Также на этом смартфоне будет очень удобно пользоваться сразу двумя приложениями, так сказать, сплит-скрин, разделение. Например, сверху вы смотрите какую-то презентацию, а снизу сразу же в это время пишите какой-то текст, например, если вы блогер. В принципе, я могу вам советовать этот смартфон прямо сейчас. Сомневаюсь, что здесь будут какие-то прям большие проблемы, потому что это третья модификация того же самого смартфона Sony Xperia 5. Здесь все доработано, доведено до ума и, в принципе, стоит своих денег. Так что вместо какого-нибудь айфона классического, который есть вообще у всех, или, например, Samsung Galaxy, я бы советовал взять вот этот вариант. Плюс для многих, я знаю, очень важно, что здесь есть мини-джек во флагмане. По-моему, только компания Google сегодня и то в бюджетнике ставит эти мини-джеки. Во флагманах их вообще не найти. По факту, это было бесполезное видео, вы зря потратили время. Я просто хотел застолбить место самого первого обзорщика на YouTube, самого первого быстрого обзора и распаковки на этот смартфон. А пока пишите в комментариях, что отдельно проверить, возможно, вас интересует что-то конкретное, я это обязательно проверю. Лайк, подписка, пис. Пока.